Прекратили земляные работы. Потом ходы эти замуровали, и строительство продолжили. Но вот эта разборка, так скажем, с ходами, она тема времени. Поэтому все строительство затянулось. Не только из-за холодов, из-за трудностей, но в главном оборудовании за это. Очень многие факты в биографии Ленина, которые десятилетиями преподносились нам в одном виде, сейчас открываются совсем с другой стороны. И это касается не только его смерти, но и рождения. В ленинские дни на всей стране ребята встречаются с художниками и писателями, которые в своих произведениях воссоздают образ родного Ильича. Нам с детства знакома эта идиллическая картина «Образцовая семья Ульяновых». Мария Александровна за пианино. Старшие дети увлеченно читают книги, младшие усердно готовят уроки. И где-то сбоку, в приоткрытую дверь, видна фигура главы семейства Ильи Николаевича. Обыкновенно за рабочим столом. И мать, и отец пользовались безграничным доверием детей. Безграничным, да. Причем мать, она была даже помягче. Потому что именно мать, а отец глупый. На смену идеологически правильной истории пришли и другие исследования. И теперь уже некоторые специалисты сомневаются в том, что в доме Ульяновых все было так благополучно. И Илья Николаевич был уважаемым главой семейства. Практически он дома не бывал. Кстати, он особо не стремился быстрее вернуться, потому что с ним не считались. Даже не здоровались. Проходили, бежали мимо и так далее. Так что же происходило в семье Ульяновых на самом деле? Казалось, у детей перед глазами был выдающийся пример. Их отец, директор народных училищ Илья Николаевич Ульянов. Человек очень уважаемый, трудолюбивый и порядочный. Я говорю, не только у нас в мире не сыскать такого человека, который в одной отдельно взятой губернии, эту цифру сейчас повторю, да, 434 школы создал. Ну как, великий человек. Но дома, он был никто для всех буквально. Начиная с жены, кончая с детьми. Потому что все говорит за то, что ни один ребенок не был его. И вот она, возможно, главная тайна в жизни Владимира Ульянова. Тайна его рождения. Был ли Владимир Ильич Ульянов родным сыном Ильи Николаевича Ульянова? А если нет, то кто же тогда являлся родным отцом человека, который сыграл главную роль в российской истории? В Центральном музее Ленина в Москве хранится диплом Владимира Ульянова об окончании императорского Санкт-Петербургского университета. Вот только получатель диплома не Владимир Ильич Ульянов, а Владимир Иванович Ульянов. Причем отчество Иванович в дипломе зачеркнуто, а сверху от руки сделана надпись «Ильич». А был ли Владимир Ульянов Ильичом? Когда выписывали аттестат, посмотрите, вы и Ильин. Потому что Владимир знали все, да? А Ильин? Самое распространенное имя. Иванович, я написал Иванович. Но если в дипломе была допущена ошибка, почему Владимир Ульянов не обратился в университет, чтобы исправить отчество? Советские историки объясняют это тем, что он просто не успел, поскольку вскоре уехал за границу. Диплом получен 14 января 1892 года. Но первая поездка за границу, вот теперь уже уточняю, 25 апреля 1995 года. Ну, вернулся в сентябре, он мог пойти опять сказать, пожалуйста, я же не могу предъявить, мне это будет с паспортом никак не стыкуется, да? Этого не делал он, абсолютно. То есть он считал, что это нормальное явление. А вот те, которые в Институте марсизма и ленизма при ЦК КПСС работали, считали, что это серьезное пятно, надо поисправить и так далее. Взяли подделку, сделали, зачеркнули, подписали Ильин, сын Ильин, да? Это не так. Так кто же этот Иван, которого по утверждению историка Акима Арутенова Владимир Ульянов считал своим настоящим отцом? Неужели он не только знал имя этого человека, но и общался с ним? Частый гость, он у них жил, понимаете, это ни день, ни два, четверть века, и не шутка. Речь идет о семейном докторе Ульяновых. Удивительно, но имя этого довольно близкого для них человека никто из детей в своих воспоминаниях не называет. Арутюнов объясняет это тем, что воспоминания родственников о вожде подвергались строгой цензуре. Например, Анна Ильинична Ульянова, старшая сестра Ленина, сама делает три редакции своих записей, благодаря чему домашний доктор, у которого они брали запрещенные книги, превращается в одного знакомого врача. Этого врача звали Иван Сидорович Покровский. Именно его Арутюнов называет вероятным отцом Владимира Ульянова и других детей Марии Александровны. А в ту же очередь Иван Сидорович Покровский, пусть не выделяет вас, тоже незаконно рождены. То есть Улыбышев фамилия, Улыбышев, вот этого самого деда Ленина. Арутюнов утверждает, что настоящий дед Ленина по отцовской линии Александр Дмитриевич Улыбышев – известный музыкальный критик, автор биографии Моцарта и Бетховена. По некоторым данным, Улыбышев был членом общества «Зеленая лампа», куда входили активные деятели декабристского движения. Очень уважаемый человек был, и он, ну грех есть грех, ну что там говорить, другой женщиной, как говорится, имел связь. И вот ребенок родился, вот этот Улыбышев, крепостная крестьянка, очень симпатичная и так далее. Вот он родила вот этого мальчика, так. А в ту же очередь писать, дать фамилию свою, это скандальная история на всю Россию и так далее. Она взяла свою фамилию, включила и своего отца, отчество, дала этому ребенку, то есть Иван Сидорович. С Марией Александровной и Ульяновой Иван Сидорович познакомился еще в Нижнем Новгороде. Так же хорошо он знал и Илью Николаевича. По воспоминаниям очевидцев тех лет, Покровский часто бывал в доме Ульяновых. А вот что рассказывает исследователь ленинской биографии Аким Александрович Аручунов, основываясь на воспоминаниях одного из жителей Ульяновска, который учился в той же гимназии, что и Ленин. Очень много он рассказал, Леонид Ивграфович, о нем. Я говорю, а почему так много, знаете, вот тогда впервые сделал открытие, говорит, мама учительница, и вообще город маленький. И все прекрасно знали, как они вдвоем гуляют, в то время, когда Илья Николаевич школы создает, вместе гуляют, вместе на берегу Волги бывают, постоянно вместе и так далее. И вот, говорит, кумушки наши, посудачить, вот это слово никогда не забуду, любили посудачить на эту тему, роман. Я говорю, вот так, почему знали, не только я, говорит, весь город прекрасно знал. Потом вот так провел по бородке, а потом, говорит, роман Марии Александровны Иваном Сидоровичем Покровским стал центральной темой для наших женщин, чтобы посудачили, так, вот, вот так, долгое время, говорит, так, вот, значит, знали, в шилобнишке не утаешь. Если воспоминания очевидцев верны, то тогда получается, что все дети Ульяновых на самом деле Покровские. Там, ну, ни одной черточки на толще, нет, у всех у них, посмотрите, и у Владимира Ильича, в том числе, широкий нос, да, оттопыльные уши, у того узенький такой носик интеллигентный, ровненький ушек, Покровский доктор. Значит, я говорю, если доктор Покровский бывал в доме, значит, он непременно должен был быть любовником. Ну как, папа, иначе может подумать. Там, ближе, вот, кстати, на Ленинской башне, то есть на Васильевском узорку, там была тюрьма, просто, и там какие-то колодники сидели, которые каждый день туда как-то переводили на Красную площадь, чтобы они черт-людо себе просили. То есть, в общем, место такое тяжелое. Найдены какие-то подземные ходы между Василием Гожевным и Кремлем, и там какие-то разбойники подземные палаты осваивали. То есть, место тяжелое, такое, в 17 веке. Здесь вообще была полифункциональная площадка, очень густонаселенная. И торговля, и мертвецов выносили каждое утро на собранные трубы, неопознанные трубы, собранные по Москве, приносили на Красную площадку для познания.